В Закарпатье уже третий год не могут вынести приговор судье. Находясь под шофе, он вылетел навстречу, в результате погиб человек. Но будучи в статусе подсудимого, получил и другую должность главы райсуда. Почему он не загремел в тюрьму, а взлетел по карьерной лестнице, разбиралась Марина Коваль. Июль 2014 года трасса Киевчоп. Внедорожник, за рулем которого был глава Перечинского райсуда Виктор Амарович, выехал на встречную полосу. Там столкнулся с «Жигулями». Его водитель, 33-летний мужчина, скончался на месте. По данным прокуратуры, судья был пьян. Но после аварии ни штрафа, ни выговора, и даже от работы не отстранили. Он имеет право вернуться с таким глупотанием генеральный прокурор или его заступник. Это не было сделано в связи с тем, что высшая рада правосудия на тот момент была такую практику, что если судья не совершил служебный злочин, а также не совершил коррупционный злочин, тогда он не будет отстранен от посадки. После почти двухлетнего расследования прокуратура выдвинула судей обвинение и в марте прошлого года передала дело в суд. Пока в Мукачевском суде Виктор Амарович ответчик, в соседнем Перечинском, его избирают главой. Имеет ли право узнать мнение на этот счет самого Виктора Амаровича подробностям не удалось. Главой Перечинского райсуда Амаровича избрали коллеги. О том, что начальник-фигурант уголовного производства знают, мол, это вовсе не мешает ему осуществлять правосудие. Амарович должен был уйти с должности хотя бы на время до вынесения вердикта по его делу. С одного боку прокуратура обвиняет судью Амаровича, а с другого боку он действует судочинство в справах, где прокуратура обвиняет. Это конфликт интересов. Однозначно он не может быть неупереджен. И должен себе по всем справам заявлять самовыдвит. Судебный процесс затягивается. С момента аварии прошло уже три года, а виновник до сих пор не осужден и не привлечен к ответственности. У погибшего в ДТП Александра Шутко остались супруга и маленькая дочь. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова